Добрый день! И мы на этой неделе читаем недельную главу Бо. Она начинается словами «И сказал Бог Маше, войди к фараону, так как я утяжелил его сердце». И считает большинство мудрецов, что утяжелил сердце фараона, означает, что Творец таким образом забрал у фараона свободу выбора. Если так, то на первый взгляд это противоречит одному из самых главных принципов иудаизма, что у каждого человека есть свобода выбора. И я не хочу входить в эту тему, хотя кратко можно сказать, что пишет Рамбам в своих законах раскаяния, что тут нет противоречия принципу свободы выбора, ведь фараон изначально имел ее и только по своей воле потерял ее своими бесконечными грехами. А меня больше интересует само понятие свободы выбора. И о ней также пишет Рамбам в законах Чувы. «Каждый человек имеет свободу воли, пожелает свернуть на добру добра и стать праведником, право дано ему, пожелает свернуть на дорогу зла и стать злодеем, право дано ему». И дальше продолжает Рамбам. «Это великий принцип столб Торы и заповеди. Как сказано, смотри, вот я даю перед тобой сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». И он продолжает потом важную вещь. Поэтому судят человека по делам его. Если делал добро, даруют ему добро. Если сделал зло, причиняют ему зло. То есть мы слышим, что свобода выбора — это выбор между выполнить волю Бога и не выполнить. Проиллюстрировать это можно, с другой стороны, как говорят наши мудрецы, для того, чтобы узнать смысл слова или даже понятие, нужно посмотреть, где оно первый раз употребляется в Торе. Первый выбор у первого человека был, когда Бог сказал, «От всех деревьев в саду можете есть». И это была первая повелительная заповедь, заповедь «делай». А вот «от дерева познания добра и зла не ешь от него». И это первая запретительная заповедь, заповедь «не делай». Вот тут мы и видим, что свобода выбора — это выбор между выполнить волю Бога и нет. И самое интересное заключается в сказанном рабе Акивой. «Все предрешено, но свобода выбора дана». «Предрешено» — это запрограммировано при рождении в Мазале. «Все это, это абсолютно все». Как сказано, Мазалем определено, будет человек или бедным, или богатым, здоровым, или больным, толстым, или худым. Это лишь примеры, которые иллюстрируют, что в Мазале заложено «каким все», каким будет человек, все детали его судьбы. И это урок для промежуточного лыхаема. Нужно понять, все предрешено, но Бог дал, оставил нам лишь свободу выбора, выраженную в нашем выборе, выполнить его волю или нет. Именно в этом проявляется наша сущность, наше «я». А все остальное предрешено при рождении. И вот после этого, после того, как фараон много раз сделал свой свободный выбор и издевался над евреями, приказал убить детей и так далее, в этот момент, когда он под воздействием ударов был уже готов отпустить евреев, Всевышний утяжелил его сердце. «Утяжелил» — это перевод слова, которое сказано в Торе, «гиквадати». И объясняет Рафхаем из Воложина, ведущий ученик Вилинского Гаона, основатель Воложинской Ишивы, один из крупнейших раввинов своего времени, что этими словами Тора иллюстрирует нам, как работает наше внутреннее строение. Ведь кавет — это тяжелый, но это еще и печень. И подробно я говорил об этом в прошлом году, но сейчас скажу кратко. Объясняет Вилинский Гаон, что наш выбор делается в сердце. Известно, глаз видит, а сердце хочет. И сердце сосредоточено часть нашей души — руах. Именно руах отвечает за то, каким будут наши желания, за наш выбор. Борьба за центр желания, за то, какими будет наш выбор, происходит из двух частей души. С одной стороны, нефеш — это часть души, соединенная с телом и отвечающая за функционирование тела. Это как софт, программное обеспечение, регулирующее функции нашего организма. Именно эта часть души, она соединена с кровью и главным кровяным органом — печенью. Печень очищает кровь, и в ней через сложные биохимические процессы появляется желание поесть, поспать, отделить отходы. И так устроено любое существо, живое существо. Поэтому нефеш часто еще называют животной душой. И все наши желания, они на самом деле происходят и с процессом функционирования тела. И лень, и стремление к удовольствию — это все об этом. И они формируют желание животной души, которое направляется в руах и сердце. То есть нефеш отвечает за жизнь тела. И с одной стороны, нет ничего плохого. Но если наши желания ограничены желаниями тела, то мы ничем не отличаемся от любого другого живого существа. С другой стороны, на центр наших желаний должен влиять мозг и интеллект. С ним связана еще одна часть нашей души — Нешама. Она еще называется божественной душой. То есть фактически два вектора желания в человеке. Снизу вверх, из печени на сердце — это материальное желание, которое изначально происходит из процессов жизнедеятельности. А с другой стороны, сверху вниз, из мозга на сердце — духовное желание. Нешама — божественная душа. Это такой же софт, программное обеспечение, которое является представителем Бога в человеке. И теперь вспомним, что, как мы сказали выше, свобода выбора — это выбор между выполнить волю Бога и нет. Божественная душа транслирует желание выполнить волю Бога. И она часто сталкивается с противодействием животной души. Из животной души идет сигнал «я хочу кушать», человек готов схватить хот-дог в любом киоске. Божественная душа говорит «нельзя», это не кошерно. И часто бывает, что божественная душа по разным причинам не может выиграть этот бой. И даже бывает, не может проявить себя. То есть такой вопрос даже не возникает. По каким-то разным причинам она забита и лишена голоса. То есть животные, материальное желание полностью завоевали сердце такого человека. Не интеллект, а печень управляет сердцем. И это означает, что такой человек лишен свободы выбора. То есть он полностью подчинен животному началу, что в свою очередь означает, что он действует как животное. Ведь тем в первую очередь отличается человек от животного, что у него есть, а у животного нет свободы выбора. И это то, что произошло с фараоном. Его сердце превратилось в печень. Сначала он сам оквет свое сердце, а потом и Бог помог ему сохранить подчинение своего сердца печени, как сказал Бог, я оквет эти сердца фараона. Теперь мы можем каждый оценить самого себя и понять, что правит нашим сердцем. Имеем ли мы свободу выбора. И это второй большой урок нашей недельной главы. И это еще один повод для промежуточного Аллахайма. И после сказанного нужно сказать еще об одном выборе в нашей недельной главе. И сказал Бог Машея Арону в стране египетской так. «Скажите всей общине Израиля в 10-й день этого месяца, пусть возьмут себе каждый поягненку на отчий дом, и будет он вами храним до 14-го дня этого месяца. И тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля в межвечерье, и пусть возьмут кровь и нанесут на оба косяка, и на притолоку в тех домах, в которых будут есть его». Вот такой выбор стоял перед нами в Египте. Мы должны были послушать волю Бога и через интеллект транслировать его волю нашему центру желания. И желание Бога должно было перебороть в нашем сердце рабские привычки, страх фараона, его служителей, страх египетского божества, которым был ягненок. И немногие тогда справились с этим выбором. Только одна пятая, а по другим мнениям одна пятьдесятая, или даже, может быть, одна пятисотая. Справились только сильные люди. Именно они получили право выйти на свободу, получили Тору и стали теми, кто сегодня называется евреями. Их было 3 миллиона человек, 600 тысяч взрослых мужчин. И мы прямые потомки тех людей, и это означает, что наши души участвовали тогда в этом сложном, героическом для них выборе. И мы учим эти уроки, потому что сегодня перед нами стоит тот же выбор. Проявить свою свободу выбора, выбрать волю Бога и выйти на своего привычного образа жизни или остаться в нем, остаться в Египте, остаться в подчинении животной души без свободы выбора, просто живыми, а может быть, даже животными существами. И слава Богу, многие из нас находят в себе эти силы, и все больше и больше животная душа через интеллект побеждает, и мы все больше и больше становимся свободными существами, людьми. И я хочу пожелать всем, кто уже на этом пути, не останавливаться и стать полностью свободным существом, действовать по своим желаниям, а не по желаниям, продиктованным процессам жизнедеятельности, привычками или условностями общества, в котором мы живем. Стать человеком. И кто еще не встал на этот путь, задуматься над этими уроками нашего выхода из Египта и сделать этот правильный выбор уже сегодня. Брахава от Слаха нам всем на этом непростом пути и во всех добрых делах. Хорошего дня. И остаемся дальше и в поисках смысла.